ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Настоящие труженики-панеровцы активно занимаются сельским хозяйством. В районе действуют 45 крестьянско-фермерских хозяйств и 9 сельхозпредприятий. Одно из крупнейших – Курск-Агро. Компания специализируется на производстве зерновых и кормовых культур, а также сахарной свекли. С каждым годом растет и промышленный потенциал района. Завод коммунального оборудования в поселке Возы выпускает металлоконструкции любой сложности – башни Рожновского, паровые котлы, установки очистки сточных вод. Грузовые прицепы собственного производства поставляют по всей стране. Особое место в экономике района занимает молочная отрасль. Панеровский маслозавод свою историю ведет с 1943 года. Предприятие выжило в войну и в лихие 90-е. Сегодня здесь выпускают 18 видов сыра и два масла. Продукция высоко ценится по всей стране за высокое качество. А вот то, чего точно не найти больше нигде – уникальный комплекс. Вот уже много лет профессор МГУ Михаил Лямин самостоятельно выращивает здесь одноклеточную водоросль – спирулину. Она богата белком и содержит в себе почти всю таблицу Менделеева. Земля, пропитанная кровью. Административный центр района, маленький поселок Понари, историки назвали Сталинградом Курской дуги. Во время войны генералы вермахта с отчаянием признавались – ключ к нашей победе зарыт глубоко под понырями. В 1943-м здесь были самые ожесточенные и кровопролитные бои. Тогда же появились и первые военные мемориалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok